Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Наша компания занимается продажей автомобилей с пробегом в городе Новосибирске уже более 15 лет. Изначально наш видеоканал задумывался как средство презентации имеющихся в продаже автомобилей. Однако со временем мы значительно расширили номенклатуру выкладываемых материалов. И в настоящее время на нашем канале вы можете найти много полезного и интересного, в том числе и обзора на автомобили, причем как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных машин, рассматривая их на подъемнике. Так что если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем вам подписаться, будет интересно. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора это внедорожник, причем для нашего сибирского региона довольно-таки экзотический. Давайте посмотрим на него внимательнее и определимся, стоит ли рассматривать подобную машину как альтернативу, скажем, ландкрузеру Prado. Встречайте, Jeep Grand Cherokee в кузове WK2. Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 встал на конвейер в августе 2010 года. Из 2013 года машину обновили еще раз. Jeep Grand Cherokee в этом кузове продолжает выпускаться и по настоящее время. Что касается двигателей, под капотом этого автомобиля мог быть трехлитровый дизель мощностью 241 лошадиная сила, либо бензиновые агрегаты. Младший бензиновый двигатель на дорестайлинге это V6 Pentastar от Chrysler объемом 3,6 литра, мощностью 286 лошадиных сил. Максимальный двигатель на дорестайлинге это также V-образная восьмерка объемом 6,4 литра, которая устанавливалась на версию SRT. Но ее мы с вами оставим за рамками данного обзора, поскольку такие автомобили мало того, что редки на вторичке, но и достаточно специфичны. Коробки передач на этих автомобилях могли быть только автоматическими, а привод в тех версиях, которые официально поставлялись на территорию Российской Федерации, был только полный. Редкие заднеприводные варианты это машины, ввезенные серым импортом, и вряд ли вы будете всерьез рассматривать заднеприводные Cherokee к покупке. И по традиции в начале обзора пару слов скажем о кузове Grand Cherokee и о том, насколько хорошо он сопротивляется нашим дорожным реалиям. Толщина лакокрасочного покрытия у джипа достаточно большая, больше чем на большинстве японцев. Средние показатели лежат где-то в пределах 130-180 микрон. Однако на отдельных машинах толщина лакокрасочного покрытия может доходить и до 250-280. Поэтому главный совет здесь при осмотре подобного автомобиля с толщиномером полагайтесь не на абсолютные цифры значений, а на величину разброса этих самых значений по автомобилю. Скажем так, если вы промерили машину и вся она лежит в пределах 260-280 микрон и разбег этот минимальный, то скорее всего мы все же имеем дело с заводской краской. Что касается ржавчины, скажем так, глобальных проблем по низу автомобиля, днища, пороги и так далее у этих кузовов нет. Понятно, со временем появляется эксплуатационный налет на элементах подвески, он не должен вас отпугивать. Однако у этой модели есть также и пара довольно-таки слабых мест. Встречаются они далеко не на всех автомобилях и большая часть из тех машин, где подобные дефекты проявляются, относятся к ранним периодам выпуска, начало 2011-2012 года. Первое слабое место – это зоны вокруг дверных ручек. На них может появляться вспучивание краски, и если его вовремя не залечить, со временем дело может закончиться и сквозной коррозией. Также при осмотре не забудьте обратить внимание на то, в каком состоянии находятся внутренние кромки дверей, а также крышки багажника. В этих местах также иногда бывает появляется вздутие. Также при покупке не забудьте сверить ВИН-номер автомобиля с номером в документах. У Гранд Чироки этой генерации ВИН находится в трех местах – в левом нижнем углу лобового стекла, на табличке на левой центральной стойке, а основной ВИН на кузове выбит на панели пола. Чтобы его увидеть, вам нужно будет отодвинуть вперед пассажирское сидение и заглянуть в технологический лючок в напольном покрытии. Что касается номера двигателя, на этих автомобилях двигатель не имеет индивидуальной маркировки. Посему в документах у этих машин, как правило, в графе номер двигателя стоит слово «Отсутствует». Итак, переходим к разговорам о силовых установках автомобиля Jeep Grand Cherokee. Как уже было сказано во вступлении, здесь могло быть несколько вариантов силовых установок. Дизельный двигатель оставим за рамками обсуждения в этом видео, поскольку тема эта достаточно обширная. Скажем так, итальянский агрегат под капотом Чироки имеет неплохие тягово-мощностные характеристики, хорошую топливную экономичность, но имеет также и ряд особенностей, можно сказать, конструктивных недочетов, которые могут вылиться в потенциально довольно дорогой ремонт. Двигатель V8 объемом 5,7 литра, мощностью около 350 лошадиных сил, довольно-таки беспроблемный агрегат. Единственный момент, которым он может огорчить своего будущего собственника, это отказ системы MDS, Multi-Displacement System, которая позволяет отключать половину цилиндров из работы, когда двигатель работает в режиме частичных нагрузок. Эта система чаще прочего страдает, однако таких грандов в продаже достаточно немного. Подавляющее большинство автомобилей на российском вторичном рынке имеют двигатель объемом 3,6 литра, как раз-таки такой, который установлен под капотом нашего Гранда. Это двигатель фирмы Chrysler, V-образная шестерка с алюминиевым блоком. Привод ГРМ здесь цепной, сами цепи здесь способны выходить более 300 тысяч километров пробега, и владельцы этих автомобилей крайне редко сталкиваются с необходимостью что-то делать с механизмом ГРМ. Этот двигатель также имеет гидрокомпенсаторы зазоров клапанов, поэтому лазить и выставлять зазоры вручную вам не придется. В целом этот агрегат крайне надежен, и есть уже достаточно большое количество подобных автомобилей, которые имеют пробег далеко за 200 тысяч километров, а в некоторых случаях успели пройти более четырех сотен, и до сих пор находятся на ходу, без каких-либо вмешательств в силовой агрегат. Однако этот мотор также имеет ряд особенностей, про которые нужно знать, если вы выбираете гранд-чуровки себе. Если оставить за скобками возможные проблемы с навесным оборудованием, такие как ремонт генератора, например, или побежавшую помпу, которую нужно поменять, что может произойти у абсолютно любого автомобиля, любого другого производителя, характерных для этого мотора проблем по сути дела три. Первое. Это рокеры клапанов. Бывает такое, что в рокере клапана заклинивает подшипник. После этого, соответственно, клапан перекращает нормально открываться, и начинается износ распредвала. Если эта проблема еще в зачаточной стадии, то достаточно будет поменять сам рокер и продолжить эксплуатировать автомобиль. Если же проблема запущена достаточно давно, то дело может кончиться уже довольно недешевым ремонтом с сопутствующей заменой самих распредвалов. К счастью, данная проблема чаще прочего проявляет себя стуком при работе мотора, а машину со стучащим двигателем вы вряд ли будете продолжать смотреть. Эта проблема чаще прочего встречается на автомобилях 2011-2012 года выпуска. С 2013 года компания Chrysler с этим вопросом вроде бы разобралась. Вторая проблема. Это течь теплообменника. Теплообменник в данном случае располагается в развале блока цилиндров, и течь там могут как прокладки в месте крепления самого теплообменника к блоку, так и корпус, например, из-за трещины. И если в первом случае достаточно будет поменять прокладки, то во втором, скорее всего, придется менять сам теплообменник в сборе. И в этом случае лучше поставить его ревизионную версию с рестайлинговой машиной. Правда, после этого нужно не забывать, что при замене вставаша масляного фильтра вам нужно будет заказывать уже другой каталожный номер, соответственно, тоже от рестайла. Течь теплообменника сверху вы, скорее всего, не увидите. Однако, когда масло вытекает, в данном случае оно скапливается в развале блока цилиндров и со временем начинает стекать по задней стенке, заодно попадая на коробку передач. Соответственно, если вы смотрите Grand Cherokee на подъемнике и видите обширное замасывание на агрегатах, знайте, скорее всего, придется заниматься теплообменником. Третья проблема относится к маслонасосу. Он здесь двухрежимный. Насос может работать как в режиме низкого давления, так и в режиме давления высокого на оборотах. Переключениями между двумя режимами ведает соленоид. Вот этот соленоид, как правило, и выходит из строя по причине все того же грязного масла. Что будет, если ваш маслонасос останется в режиме низкой производительности на больших оборотах, думаю, пояснять особо не нужно. К счастью, сам маслонасос – это чисто механический узел, с которым практически никогда ничего не бывает, а соленоиды в настоящее время уже можно заказать отдельно. К чести Grand Cherokee стоит отметить тот факт, что показатели давления масла в килопаскалях вы можете вывести на экран бортового компьютера. Поэтому отследить падение давления в системе вполне по силам даже обычному владельцу. Табличные значения нормативов давления вы можете найти в интернете. Подытоживая монолог про двигатель, данный мотор имеет несколько характерных проблем, которые можно вполне проконтролировать при покупке автомобиля с рук и, соответственно, избежать затрат на какой-то большой ремонт. Что касается топливной экономичности, мотор этот потребляет в городском цикле от 17 до 20 с копейкой литров топлива. В принципе, к качеству топлива не сказать, что особо прихотливый и мелкими пакостями своим владельцам не досаждает. Что касается коробок передач, все они были на джипах автоматическими. На дорестайлинговые машины устанавливался мерседесовский автомат серии 722, который к моменту, когда попал на этот кузов, уже давно избавился от практически всех своих детских болезней и владельцам особо ничем не досаждает. С 2013 года на эти машины также начал устанавливаться автомат ZF 8 HP70. Это уже восьмиступенчатая трансмиссия, которая обеспечила этому автомобилю более шустрый разгон и чуть лучшие показатели топливной экономичности. Ну, а если вы смотрите Гранд Чироки, где установлен двигатель 5,7, то с ним будет агрегатироваться крайслеровская трансмиссия 5,45 RFE. Данный агрегат до 2012 года имел 5 передач, после 2012 года – 6. Какими-либо характерными болячками эти коробки не страдают, и при условии регулярной смены масла, где-то раз в 60 тысяч километров с фильтрами, способны отходить более 250 тысяч километров пробега без ремонта. Так что по основным агрегатам здесь все в порядке. Переходим к осмотру снизу. Итак, что касается подвески автомобиля Jeep Grand Cherokee в кузове WK2. Подвеска здесь сделана с достаточным запасом прочности. Первое, что обычно выходит из строя при пробегах от 60 до 80 тысяч километров – это стойки стабилизатора. Однако, меняются они несложно и стоят недорого. В целинблоке передних рычагов способны продержаться порядка 100-150 тысяч километров пробега, в зависимости от режима эксплуатации автомобиля. Примерно так же, около сотни, выхаживают рулевые тяги с рулевыми наконечниками. К большому пробегу вы также можете столкнуться с необходимостью поменять ступичные подшипники. Имейте в виду, спереди здесь ступица в сборе, сзади подшипник меняется отдельно. Стоит, соответственно, дешевле, но и служит в разы дольше. Рулевая рейка на этих автомобилях особыми проблемами своим собственникам не досаждает. Ресурс до появления первых стуков – порядка 100-150 тысяч километров пробега. Однако, на нашей практике практически все червки, которые приходили на продажу, имели пробеги около 200. И с рулевой рейкой на этих автомобилях все было в полном порядке. Что касается задней подвески, здесь она многорычажная, соответственно, сайлендблоков много. Однако, замены этих самых сайлендблоков настигают владельцев подобных автомобилей, как правило, к пробегу за 200 тысяч километров. Что можно считать вполне приемлемым ресурсом. Также можно найти информацию о том, что на Jeep Grand Cherokee в его, скажем так, европейской спецификации не отличались долгим сроком службы амортизаторы. И выхаживали порядка 100 тысяч километров пробега, после чего начинали течь. Однако, если вы смотрите Cherokee в 2021 году и вы смотрите дорестайлинговый автомобиль, есть вероятность того, что на этой машине амортизаторы были уже поменены предыдущим владельцам. Система полного привода на автомобиле Jeep Grand Cherokee, в общем-то, характерна для большинства кроссоверов. В данном случае основной привод у автомобиля задний, и передняя ось подключается в работу по требованию, в зависимости от выбранного режима трансмиссии. В режиме авто она включится в работу только при пробуксовке задней оси. В зимнем режиме, в режиме snow или в режиме, предназначенном для езды по песку либо камням, распределение момента будет между осями 50 на 50%. Ну а в режиме спорт 80% крутящего момента уйдет на заднюю ось, и 20 останется на передке. Подтормаживанием колес и обеспечением зацепа в данном случае будет ведать электроника при помощи рабочих тормозов. Что касается надежности системы полного привода, в нашем случае по механической части к раздатке вопросов нет. При пробегах более 200 тысяч километров случается нет-нет, приходится менять, например, подшипники, но, как правило, этим и ограничивается. Цепи в этих раздатках, опять же, как правило, на гражданских версиях с моторами 3.6 и 5.7, меняются просто потому, что полезно, например, менять подшипник, а не потому, что она растянулась или, тем более, порвалась. Основная проблема с системой полного привода на этих автомобилях, как правило, имеет отношение к электрической части, например, к тому, что окислились контакты или вышел из строя сервопривод. Ну и, разумеется, общая рекомендация. Осматривая автомобиль снизу, обратите внимание на отсутствие течи технических жидкостей. Проверьте, чтобы у вас был сухой стык коробки передач с двигателем, чтобы не текло масло с маслового водителя, которое, как уже было упомянуто, в конце концов попадает на корпус коробки передач. И также проверьте сальники приводов и редукторов, чтобы на них не было никаких следов течи. Итак, подведем общий итог под всем вышеизложенным. Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 – это действительно довольно простой по конструкции надежный автомобиль, который имеет в своей основе весьма надежные агрегаты. И, будучи куплен в хорошем состоянии, а не под восстановление, будет довольно долго радовать вас своей безотказной службой, не требуя слишком больших денежных вливаний. Плюсом этого автомобиля можно назвать также и то, что, помимо всего прочего, у этой машины есть своя определенная харизма, которая присуща только ему одному. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Также, если у вас есть или был Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить и чем поделиться с людьми, которые могут искать себе подобный автомобиль, также отразите это в комментариях. Ваш комментарий может оказаться кому-то очень полезен. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока.